Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня Церковь чествует память Святаго Дмитрия Донского. Благоверного князя, человека, который свою жизнь не длинная. Прожил он всего 38 лет и 7 месяцев, положил на Отечество, положил за Церковь, положил всю свою жизнь от самого своего рождения до последнего вздоха своей жизни за нашу Русь. Еще, будучи малым ребенком, в 9 лет его отвезли в Орду, чтобы передать ему ярлык, ибо время его правления пришлось на тяжелейший для Руси период, где был гнет ханов Золотой Орды. Его предки и отец, и дед, и более получали ярлыки, чтобы править. Русь киевская была уже раздробленной, и каждое княжество получало для этого именно этот, так сказать, документ, позволяющий и дающим право на правление. Когда он прибыл 9-летним мальчиком, потому что отец и брат его уже умерли, а в те времена еще, ко всему прочему, свирепствовала чума, и чудом выживший Дмитрий, приехав в Орду, не получил этого ярлыка, ибо соперничье княжества Суздальское доказало хану о том, что, ну, что мальчишке давать ярлык, какой из него правитель, и в результате он его не получил. И уже в 11 лет, через всего лишь 3 года, он возвращается в Орду и получает этот ярлык, выкупает сына Тверского князя за 10 тысяч рублей, это неимоверные деньги. Представьте, что на одну копейку семья могла жить целую неделю, прокормившись. Выкупает сына Тверского князя, тем самым проявив уже в таком юном возрасте неимоверная мудрость и проницательность в политических делах. Наверное, за всю историю Руси и России это самый дальновидный в геополитике правитель, и неимоверно талантливый полководец. Конечно же, все его духовное действие было под присмотром святейшего митрополита Алексея Московского. Под его же руководством и навещанием он уладил и примирился с Уздальским княжеством, женившись на дочери князя Суздальского, тем самым закрепив мир. Пережив за всю свою недолгую, как я уже говорил, 38 лет, он пережил 4 войны. И самое последнее испытание, самое главное в становлении нашей страны, это была, конечно же, битва на Дону, как она тогда называлась. Куликовская битва, она уже стала называться позже, поэтому и назвали Дмитрия Донским. То неимоверная внутренняя сила, которая движилась через благодать Божию, княжеское решение пойти и собрать вокруг себя и Суздальское царство, и Ростовское, и множество других князей, чтобы противостоять единственной, огромнейшей темной силе, которая шла со степей. Как он поступил? Как он поступил, когда перешел Дон и сжег за собой мосты, тем самым показывая, что друзей нет за нами отхода, или смерть, или победа. Ханское воинство, хотя Мамай не был ханом, он был темником, ну это примерно как генерал, что-то среднее между премьер-министром и министром обороны. И когда это многотысячное войско по разным оценкам на Куликовом поле, со стороны русских князей как минимум выступало от 30 до 40 тысяч по последним данным, со стороны рати Золотой Орды выступало в полтора раза больше. И казалось бы, он всегда поступал неимоверно дерзко и мудро, но он снимает с себя доспехи свои княжеские, отдает своему боярину, сам облачается в простые доспехи простого воина и выходит в передовой отряд, который неминуемо должен был бы погибнуть. Но князь остался жив, раненый, тяжело раненый, придавленный со срубленным деревом. Его нашли только после битвы, он еще не знал, что Мамай бежал. Тяжелое, тяжелейшее время было. Ведь на стороне Орды выступали и наемники, наемники-генуэзцы, как бы это удивительно не звучало, но это итальянцы, которые преследовали свои интересы, преследовали интересы распространения католической веры на Русь. Присутствовали и литовские воины, присутствовали даже и русские некоторые князья на стороне Мамая. Но Мамай бежал. Спас ситуацию тайный полк, который в листочке прятался, и дал в тыл по левому флангу от русской рати. В тыл Орде. Мамай понял, что он проиграл. Причем он не был на поле битвы. Он не поддерживал все это действие своим воодушевлением. Умер Дмитрий Донской в 38 лет. По всей видимости, от осложнений, ранений, как пишут современные историки, сердце не выдержал. Оставил после себя сына Василия. В итоге мы с вами имеем огромнейшую страну, сильную страну. Любовь, которая наша, бесконечная. И мы понимаем, что только через промысел Божий Дмитрий Донской дал именно тот старт великому государству, в котором мы с вами живем. 6 июня церковь честует память блаженной Ксении Петербуржской, святую, которую знает во всем мире. Знает во таких странах, что даже в 18-м году отчеканили монету в 1 и в 2 австралийских доллара с оборотом ее изображения. Казалось бы, да? Как это далеко, но ее знают. Святая, которая родилась в начале 18-го века, точной даты неизвестна. Была из богатой семьи, дворянской семьи, вышла удачно замуж за прекрасного человека Андрея Федоровича. Прожила с ним до 26 лет. После этого муж ее умер. Он был в певческой капелле, имея воинское звание. Здание это до сих пор сохранилось, и надпись на нем. Ксения неимоверно тяжело пережила потерю мужа. Одела его одежды и с той поры отзывалась только на его имя. Говорила, что Ксения умерла, а Андрей жив. Раздала и распродала все свое имущество, а что продала, опять раздала. Ходила по улицам Петербурга. Я говорю, да, приходя к своим знакомым, обедая с ними, беседую. Никто не знал, где она ночует. Как-то за ней проследили и увидели, что она пошла на пустырь и всю ночь клала на четыре стороны земные поклоны с молитвой. После этого множество предсказаний и чудес она сотворила. К ней обращались, знаками она показывала или приближающуюся беду, или приближение Божьей благодати и какое-то улучшение жизни кого-либо. Предсказала смерть Елизаветы, императрицы, и множество других высказаний, которые люди передавали из уст в уста. Вспоминается даже тот случай, как во время бомбежки Ленинграда брат с сестрой прятались в подвале, и некая женщина зашла к ним, взяла их за руку и вывела из дома. Через несколько минут дом был разрушен бомбой, и только через сорок лет они увидели с сестрой Ликс своей спасительницы. Будучи не выцеркалены людьми, а не узрели, так это вот та женщина, которая за нами пришла. Подвиг юродства – это один из самых тяжелейших верик, который может взять на себя праведник. Пребывая в чистом разуме, изображая из себя сумасшедшего не потехе ради кого-либо, а показав, что любовь ко Христу лежит через изменение наших действий в обычном логичном мире, где, казалось бы, собственная выгода, знакомство, достояние стоит на первом месте, а нет, в духовном мире Христос стоит в центре внимания. И когда Ксения взяла на себя через боль потери своего мужа подвиг юродства, показывая нам тем самым, насколько мы далеки от Бога и как близко мы можем к Него подойти, лишь только через любовь к людям и любовь ко Христу. Воскресный день Сегодняшний воскресный день Святая Церковь именует «Неделя слепого». И в Святом Евангелии сегодня приводится повествование о чудесном исцелении Господом и Спасителем нашим Иисусом Христом человека, который родился слепым, который не имел надежды во всю свою жизнь увидеть свет Божий во всем его чудном и удивительном многообразии. Но милость Божия коснулась этого человека, и Христос Спаситель даровал ему исцеление, и он увидел свет. Так Святая Церковь прославляет сегодняшнее событие. «Напоминая и нам с вами, братья и сестры, о том, что и мы с вами в некотором образе тоже слепы. Потому что мы, хотя имеем телесные очи, хотя зрим свет Божий, хотя различаем людей, краски, предметы, тем не менее, тоже можем считать себя слепым. Потому что страсти ослепляют каждого из нас. Ведь каждый человек подвержен влиянию страстей. Страсти свивают в сердце человека свое гнездо и ослепляют его духовное очи. Так что он тоже перестает правильно различать духовные предметы». Мы сегодня совершаем память святых равноапостольных Мефодии и Кирилла, учителей стран славянских. В 988 году Киевская Русь, Отечество наше, приняло святое крещение. А за 125 лет перед этим солунские братья святые Кирилл и Мефодий составили славянскую азбуку. Невозможно переоценить труды равноапостольных братьев Мефодия и Кирилла. Невозможно переоценить это событие составления славянской азбуки. Все славянские народы, включая Отечество наше, через этот подвиг святых братьев Кирилла и Мефодия приобщились к цивилизации всего мира. Потому что с этого времени они получили возможность читать книги на своем языке. И в первую очередь, что было переведено на язык славянский? Книги Священного Писания. И вот мы можем об этом и говорить сегодня, что это тот духовный свет, это то духовное прозрение, которое получили славяне, которое получило и наше, в том числе, Православное Отечество. С этого времени наши предки получили возможность читать Священное Писание и познавать волю Божию. А это значит, что они получили возможность строить свою жизнь на основании Священного Писания. И с этого времени наши благочестивые предки приобщились к духовной цивилизации Византии, Духовному опыту Святого Православия, Постигая и Священное Писание, и Святых Отцов, Проникаясь этими мыслями, Проникаясь этим восприятием мира И строя жизнь на этом восприятии православном видении мира. Вот это тот духовный свет, Которым было просвещено наше Отечество Через подвиг святых равноапостольных Мефодия и Кирилла, Учителей Славянских. Однажды, как мы читаем в Святом Евангелии, Ко Христу Спасителю подошел некий юноша и спросил, Что нужно сделать, чтобы спастись? И он ответил, Господь наш ответил этому юноше, Исполни заповеди. Какие? – вопросил тот. И Господь перечисляет ему те заповеди, Которые изложены в Священном Писании. И мы с вами, братья и сестры, Тоже должны строить жизнь свою На исполнении этих заповедей Божьих, Потому что через них указана воля Божьей. И заповеди Божьи – это тот путь, Который ведет нас в жизнь вечную. Через подвиг святых Кирилла и Мефодия Было переведено Священное Писание на понятный нашим предкам язык. И мы сегодня пользуемся плодом их трудов. Мы тоже читаем Священное Писание на понятном нам языке. Священное Писание – это тот свет, Который должен просвещать наши омраченные грехом духовные очи. Ведь когда мы читаем Святое Евангелие, Вникаем в смысл его и содержание, Мы открываем для себя вот эти духовные пути. Что мы должны делать? Что должны совершать? Как должны относиться к Богу, к ближним? И постигая это, Мы с вами постигаем пути, Которые ведут во спасение. Поэтому сегодняшний праздник И праздник, который напоминает нам О нашем духовном зрении И память святых равноапостонных Мефодии и Кирилла, Учителей славянских, Это те события, Которые напоминают нам с вами О смысле нашей жизни, О пути, ведущем во спасение, О том, чем мы должны назидаться И что должно лежать В основе руководства Всей нашей жизни. Всех вас поздравляю с праздником И с днем памяти святых равноапостонных Мефодия и Кирилла, Учителей славянских. 30 мая в Спасовознесенский кафедральный собор Прибудет чудотворная икона Матери Божией Жадовская, Которая пробудет здесь В течение трех дней. Затем в течение 20 дней Чудотворная икона Побывает во всех православных храмах Города Ульяновска. Все это время Духовенство Симбирской епархии Будет молиться Перед этим чудотворным образом Об избавлении от морового поветрия Симбирскую землю, Наше Отечество Также будет просить, Чтобы Матерь Божия Исцелила, даровала здравие Жителям Симбирской земли И покрыла всех нас Своим амафором. Здравствуйте! В адрес нашей передачи У зрителей поступил следующий вопрос. Во время богослужения Священник зажигает кадилы И обходит с ним храм. В чем же смысл этого действия? Что такое ладан? И зачем его зажигают? Вкаждение храма во время богослужения Является одной из наиболее древних форм богослужения. В Священном Писании В Ветхом Завете Мы читаем буквально следующее. Господь повелел Через своего пророка Моисея Первосвященнику Аарону Ежедневно совершать дважды Утром и вечером Каждение В Скинии Перед кивотом Завета. Далее мы Также Находим упоминание о том, что Каждение сопровождало Важные моменты церковной истории Как Ветхого Завета, так и Нового Завета. К тому же самому Моисею Господь повелел Совершить скаждение Над золотым жертвенником В Скинии И когда он это сделал То облако Окутало Скинию И слава Господня Пребывала Отныне В ней Во веки. Святой пророк Захария Совершая свое Служение в храме Свою череду служения Совершая окаждение храма Во время богослужения Также был удостоен Через ангела Известия о том, что у него Родится сын И этот сын Креститель Господень Святой пророк Претеча Господень Иоанн Когда ропот израильтян Достиг Своего апогея Первосвященник Аарон Вышел в среду Израильтян И совершил Каждение И Господь Простил Грех Ропота Израильтян На него Каждение Имеет Следующее Значение Когда совершается Богослужение в храме Кодится Если раз Полностью совершается Полное кождение Кодится Вначале Алтарь Священные предметы Которым там Находится прежде всего Престол Жертвенник Горнее место А также Затем Священник Выходит в храм И кодит Святые иконы Господа Божьей Матери Святых угодников Божих Этим Он воздает Честь И хвалу Господу А когда Кодит Людей Предстоящих На молитве Во время Богослужения Этим Он призывает На них Благодать Духа Святаго Каждение Имеет Два Значения Первое Значение Символическое Благовонный дым Или фимиам Легко Восходит Вверх Это символизирует Собою Молитвы Которые Приносятся Богу От лица Верных Собравшихся В храме И второй момент Приятный запах Этого самого Фимиама Символизирует То, что Молитва Приносимая С верою И смирением От лица Собравшихся В храме Угодно И приятно Богу Прикаждение Используется Два вида Ладана Первый Ладана Это, собственно говоря Ароматическая Древесная Смола Которая Произрастает На юге Аравийского Полуострова И в Восточной Африке Еще древние Финикийцы Торговали Ладаном И Ладан Использовался Также Древними Египтянами При совершении Своих Религиозных Обрядов Господь Уделяет Большое Внимание Каждению Дело В том Что Как я уже Говорил Существует Два вида Ладана Это Смола Ладанного Дерева Из Рода Басвела Произрастает Это Дерево В Йемене И В современной Стране Под названием Уман Самый Лучший Ладан Производится На платы Дафар Это Султанат Аман Также Ладан Добывается На территории Современного Государства Сомали Восточной Африки Это Добыча Ладана Очень Трудоемкий Процесс Делаются Надрезы На дереве Собирается Смола Причем В течение Неских Месяцев С одного Дерева Можно набрать До 400 Грамм Вот этой Смолы Которая Затем Застывает Перевращаясь В такие Небольшие Катушки В год Сейчас На данный Момент Производится Во всем мире Около Несколько Тысяч Тон Ладана То есть Представляете Сколько Необходимо Труда Чтобы Его Изготовить Существует Также Второй Вид Ладана Использован При Богослужении Это Смола Кедра Ливанского Смола Кедра Ливанского Имеет Также Древнее Происхождение Ладан Приготовлен Из нее И Об этом Говорится Во многих Текстах Библии Что Собой Также Символизирует Кождение Ладаном В книге Откровения Иоанна Богослова Мы Читаем Буквально Следующее Ангелы Возносили Молитвы Верных Которые Восходили На небо Путем Кождение Совершаемого В храме Во время Богослужения Здравствуйте К нам поступил вопрос От следующего содержания Хожу на исповедь Храм И стараюсь попасть К одному Тому же батюшке Мне сказали Что это неправильно И нужно Стараться Входить в храм К разным священникам Отвечая на этот вопрос Мы должны понимать Что с духовной точки зрения У нас У каждого человека Должен быть Свой духовник Который мы приходим И которого мы исповедуем Но в современных реалиях Это зачастую Не случается Но мы хотя бы Должны выбрать Того человека Того священника Которого мы Близки Которые Мы относимся Именно Как к своему духовнику И стараться Попадать конечно На исповедь к нему Но если мы попали В ту ситуацию Где нет Данного священника Мы не должны стесняться Подойти к другому священнику Потому что Мы исповедуемся Только перед Богом Священник там Является свидетель И цитируя слова Молитвы Перед исповедением Все чадо Христос Стоит перед тобой Вот именно этим Мы должны руководствоваться Что мы исповедуемся Перед самим Богом И стеснения Перед Ним У нас не должно быть Потому что мы просим Прощения Именно своих грехов Потому что мы ему Приносим свое покаяние И желаем исправиться В своих поступках Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok